День добрый, дорогие мои друзья, гости и, конечно, мои дорогие хозяюшки! Сегодня буду готовить котлеты с добавлением манной крупы. Фарш можете взять какой хотите, и куриный, и смешанный. У меня здесь говядина 600 грамм, 2 головки лука. Добавила черный перец, белый перец. Вы видите, что стоит майонез и растительное масло. Дело в том, что определила фарш недостаточно сочный. А так как котлеты будут с добавлением манной крупы, для ее набухания нам нужен сок и сочность. Вот именно майонез и масло придадут нашему фаршу ту самую сочность. Добавляйте, девочки, все травки, все специи, какие вы любите. Я сейчас фарш хорошо перемешаю, и лишь после этого буду добавлять манную крупу. Вот такой комочек фарша у меня получился. Чеснок я фарш не добавляю. Вот присыпала тремя ложками манной крупы. Хорошо-хорошо перемешаем и оставим потом для набухания. Во время приготовления котлет многие, и я в том числе, всегда добавляю белый батон. Потому что именно влажность мякиша белого хлеба превращает мясной продукт в мягкое и нежное блюдо. Это, конечно, не секрет. Об этом знают многие хозяйки. А вот вместо белого хлеба можно добавить манную крупу. В таком случае котлетки получатся еще более вкусными. Потому как во время приготовления манная крупа набухает и впитывает в себя мясной сок, который обычно у нас остается на противне или в сковородке. Котлеты очень хорошо сохраняют форму, и не надо компоненты связывать с куриным яйцом. Манка здесь и служит для удержания влаги. А если мы используем белый батон, то, как обычно, нужно добавить яйцо. Вот теперь отставляем в сторону. Прошло 15 минут. Наш фарш готов. Так это все выглядит. И можно начинать лепить котлетки. Котлеты я делаю не плоскими. Они у меня такой... Видите, какой формы достаточно крупненькие. Будет вкусно. С манной крупой котлеты я делаю уже не первый раз. Достаточно часто. Или батон, или манная крупа. Что-то одно из двух я обязательно использую. Вот столько котлеток у нас получилось. Осталось место. Но это не просто так. Так было и запланировано. Молодая картошка. Я сначала хотела кожуру почистить. А потом думаю, ну для чего? Она такая тоненькая. Я взяла железную щеточку, хорошенечко промыла, поскребла. И будет очень-очень даже хорошо. Посыпала травками, посолила, поперчила. А вот в отдельной мисочке смешаю чеснок. Здесь у меня 4 зубчика и майонез. Конечно, можно было в эту мисочку добавить сразу и травки, соль, перец, все перемешать. Но у меня получилось так, как получилось. Вообще, я рассказываю, как готовлю я. А уж у кого как, это дело каждой хозяюшке. Я показываю именно свою, так скажем, работу. Сейчас перемешаем. Запах такой хороший, чесночный. Вот так выглядит картошка. Картошка, вы знаете, я ее в нескольких местах всю проткнула вилочкой. Вы можете сделать надрезики. Уложила вместе котлеты и картофель. Котлетки у нас тоже приобретут легкий чесночный запах. Вот такая горочка. Вот такой будет у нас сегодня обед. Кто не готовил с манкой, попробуйте приготовить. Хотя бы просто сравнить. Что-то разное должно быть на нашем столе, правда? Я тоже, например, раньше про манку не знала. Про хлебушек, да. Мама моя всегда добавляла фарш. Так готовила я. А попробовав, убедилась, что это действительно вкусно. Заглядываем в духовочку и попробуем. Картошка уже прокалывается вилочкой достаточно хорошо. Но несколько минут еще подождем. Пожалуйста. Все одновременно запеклось, пропеклось. Видите? И сок совсем-совсем немножко у нас на листе. Все осталось в котлетке. Ну, конечно, я вам сейчас покажу, как это все выглядит в разрезе. Хорошо пропеклось. Видите? Легкий чесночный аромат. Вот так котлетка в разрезе. Все ровненько, плотненько. Нет никаких пустот. Вкусно, одним словом. Я даже не сомневаюсь. И красиво. Золотистый такой цвет. Можете сверху сыром посыпать. А это у меня параллельно еще идут заготовки. Еще наварила варенье. Здесь оно у меня было в перевернутом виде. Охлаждалось. Теперь нужно убрать. Сливы столько много. Ну, а варенье очень-очень вкусное. Даже столько и не надо. А мы едем куда-то в гости. Я баночку с собой и прихвачу. Готовьте с любовью, мои дорогие, для своих любимых людей. Берегите себя и своих близких. Радости вам в новом дне. Успехов, удачи. Будьте здоровы!